В эфире полезный проект «Среда». Меня зовут Александр Овчаров. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня глава города Михайловска Игорь Серов. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. В конце октября прошлого года вы были назначены главой города Михайловска. До этого, если я не ошибаюсь, 8 лет возглавляли Октябрьский район. Почти 9. Почти 9. Вот сейчас, уже поработав в этой новой должности, какие для вас основные отличия между прошлым местом работы и нынешним? Ну, знаете, я могу сказать, что есть, конечно, отличия, но есть и черты, которые похожи. И Михайловский, и Октябрьский район, во-первых, это и застройка, очень много частного сектора, очень много зданий, которые, так скажем, мягко в возрасте уже. Ну и, безусловно, это из-за того, что частный сектор, дорожная сеть, она оставляет желать лучшего. Да, безусловно. И, вот, похоже, опять-таки, то, что в Октябрьском районе, вот, где-то около 8 лет назад, или 9 лет назад, там было, меньше половины, было дорог асфальтировано. Здесь, в Михайловске, 30% всего дорог асфальтировано, все остальное – это грунт. Вот плавно мы перешли к теме основных острых проблем города Михайловска. После того промежутка времени, которого вы успели поработать, изнутри взглянув на эту проблему, какие основные острые вопросы, задачи сейчас в Михайловске? Ну, острые вопросы, они, в принципе, не отличаются от нашего общероссийской картины. Первое, первое, это, конечно, первое, это дороги, канализация, причем и ливню, и всякое. Михайловск, все-таки, он по населению, фактическому, он, наверное, третий, наверное, город в крае, но он является, наверное, самым быстро растущим городом. Край точно он является. То есть, и из-за этого, соответственно, не хватает социальной инфраструктуры, то есть, не хватает детских садов, не хватает школ. Ну, здесь мы будем помогать нашему Шпаковскому району, как бы, входить во все программы. Будем лоббировать интересы Шпаковского района, чтобы были стройки школ, были новые сады строились. Для этого нам нужна помощь и губернатора, и правительства Остробольского края. Какие основные пункты вашей программы, можно отметить, которые поддержали депутаты Михайловска, когда вас назначали? У меня было поручение губернатора Владимира Владимировича, это прежде всего наладить слаженную работу всех ветвей власти. То есть, поменьше нужно скандалить, а побольше нужно работать. То есть, вот это, я думаю, что вот это первая и основная часть моей программы. В принципе, я считаю, что это вообще основная часть для любого руководителя. То есть, не нужно здесь, как говорится, выяснять, кто там круче, кто там больше, кто там сильнее или умнее. Нужно просто работать на благо жителей города Михайловска. И, соответственно, нужно поэтому работать дружно, слаженно и в режиме онлайн. Наладить диалог между различными... Безусловно. Да, диалог-обмен информацией. Чтобы вот каждая ветвь власти знала о том, что, допустим, что хочет другая ветвь власти. Чтобы депутаты знали о том, что хочет, допустим, сделать глава города. А, соответственно, глава города должен знать, что хотят сделать депутаты. Даже глава города Михайловска должен знать, что то, что делается в Шпаковском районе. И, соответственно, Шпаковский район должен знать, что будет делаться или уже делается в городе Михайловске. Это вопрос коммуникации. Безусловно. Это вопрос коммуникации. Это вопрос, это как бы еще, говорю, что... Вот тогда, когда люди ставят в углу угла работу, тогда все проблемы там с личностями, с обидами. Еще говорю, что с выяснениями, кто круче, кто больше, они все отпадают. Какой у вас подход в решении этой проблемы, в проблеме коммуникации, которая присутствует сейчас? Сразу говорю, что не революционно, а у меня подход эволюционный. Я считаю, что пока нужно все делать постепенно, спокойно, ни в коем случае ничего не ломать через колено. И тогда все получается. В принципе, я, по-моему, так и иду. Из тех задач, которые предстоит решить, что вы ставите на первый план? Есть какие-то сроки или все, что-то, может быть, есть в оперативном режиме решается, или все происходит в рабочем? Нет, безусловно, нет, это Александр. Конечно, есть вопросы, которые требуют оперативного, как говорится, или чрезвычайного вмешательства. Безусловно, такие вопросы возникают. Все-таки город живет, так же возникает. И отключение электроэнергии какие-то, и аварии. То есть все бывает, это жизнь. Тем более сейчас зима. У меня, допустим, на крещение отключили на полтора часа свет в городе Михайловский. Причем включая даже несколько храмов. Ничего страшного. Не было, сразу говорю, что не было никакого ора. Я просто в режиме онлайн разговаривал и держал руку на пульсе. Я держал, общался с нашими энергетиками. И получилось так, что, в принципе, где-то выключился он где-то около 9. И в пол11 уже, то есть 22.30 он уже был включен. Все нормально прошло. Это понятно, что бывают такие моменты. Нет, не бывает, но просто дело в том, что вот, я просто хотел бы сказать, что в этот момент не нужно никогда впадать в истерику. Не нужно никогда кричать, орать, топать ногами. Потому что ничего не поможет все равно. Я просто имел в виду немножко в другом ракурсе вопрос. Из всех задач я стараюсь вообще все решать в рабочем порядке. Я хочу уйти, чтобы было поменьше. И хочу всем пожелать, чтобы было поменьше у нас чрезвычайки, внезапности и так далее. Но от этого никто не застрахован. Все равно это будет. Между тем, понятное дело, погодные условия, которые могут возникнуть в любой момент, их предсказать сложно. Различные форс-мажоры возникают, от этого никто не застрахован. Я имею в виду вот те проблемы, которые вы обозначили в начале. Проблемы, задачи, которые предстоит решить. Дороги, коммуникации, канализации и так далее. Что из этого первостепенно? На чем делается упор? Первостепенно там, где нет канализации и дороги, то, конечно, сначала нужно делать канализацию. Это понятно. Логично, да. Да, логично. У нас бывает так, что забывают об этом. То есть сначала асфальт, потом канализацию. Снова срывает этот же асфальт новый. Это, опять же, наверное, вопрос какой-то коммуникации различных служб. Конечно, безусловно. Поэтому там, где нет канализации, там сначала будет канализация, потом будет асфальт. Там, где есть канализация, там будет... Но нет асфальта, там будет асфальт. Лишь бы только на это были деньги. Вы понимаете, вот еще глава... Это, в смысле, вот задача главы Михайловского... Да, в принципе, любого главы нашего района или города, нашего края. Это умение входить в программу. То есть умение защищать интересы наших горожан. Но в этом, опять-таки, в этом нельзя обойтись без помощи губернатора и правительства. И я знаю то, что нам губернатор помогает очень сильно. Вот мы сейчас вошли в программу, и это благоустройство дворов. В общем, выделили Михайловску, прям я считаю, что очень солидную сумму. За что спасибо большое губернатору и правительству. И, конечно, если так будут помогать дальше, то я думаю, что все будет улучшаться и улучшаться. Но еще я говорю, что я везде люблю постепенно. Чтобы все было спокойно. Чтобы там не было резких скачков, то вверх, то вниз. Ну да, спешка и определенные такие моменты, которые с ней связаны, они влекут за собой последствия, которые... Совершенно верно. Я вообще считаю, что чем что-то делать плохо, лучше вообще ничего не делать, поверьте мне. Расскажите подробнее о программе благоустройства дворов, о которой вы говорили. Ну, это программа федеральная. На наш регион, то есть Торопольский край, были выделены деньги. Михайловск получил свою часть, эту сумму на благоустройство дворов. Мы провели уже везде общественное обсуждение с дворами, которые вошли в эту программу. Вот и, соответственно, сейчас мы готовим все документы. И я думаю, что до 1 сентября она поставила задачу губернатора, хотя у федерации поставлена была задача до, по-моему, 30 сентября, по-моему, но у нас шеф все правильно делает, как бы действует. То есть, конечно, дворы должны быть готовы к началу учебного года, поэтому все будет готово. В сентябре. Да. Что она включает в себя благоустройство? Какое количество? Благоустройство, установка там, где нужно детских или спортивных площадок, антивандальных тренажеров, яхт. Кстати, сделал этот упор, я сказал своим подчиненным, что нужно побольше ставить антивандалки. То есть не из-за того, что нет, не из-за того, что там какие-то жители, у нас там какие-то там вандалы. Нет, просто-напросто. Во-первых, это спорт, это здоровье. То есть это, ну а там, где, допустим, много детей, много детей, это вот у нас есть большие дворы, МКД, там, конечно, будут стоять и детские площадки, и антивандальные тренажеры. Плюс ко всему многим известно, что Михайловск, и вы об этом говорили, такими неплохими темпами растет количество населения. Быстрыми темпами, очень быстрыми. Быстрыми. Да. И, соответственно, количество детворы тоже неплохое. Ну и, наверное, антивандальные тренажеры будут способны, способны пропускать большее количество пользователей, скажем так. Я бы здесь, можно я вас приберу и садитесь, пожалуйста. Значит, я хотел бы здесь сказать о том, что вот многие вот компании, которые там, допустим, строят, допустим, та же Гармония, то есть Третья Рим, там, они очень много как бы уделяют, внимание, то есть дворы там, понимаете, то есть дворы там, в принципе, оснащены, то есть что, в принципе, радует то, что как бы люди не только там зарабатывают деньги, но еще и думают о том, что как здесь это, что здесь жить людям. Вот если говорить о частном секторе, о дорогах, там основная масса – это грунтовые дороги. Грунт, грунт. Да, и сейчас порядка 30 процентов. Всего, всего асфальт. Да, всего асфальт, да. Какие планы по асфальтированию дорог? Вот этот процент как вы собираетесь повышать? Будем повышать в этом году. У нас 50 миллионов на это заложено, опять-таки, при помощи губернатора и правительства края. Вот, поверьте, то есть еще, видите, то есть как бы задача главы еще и в деньги выбить. Потому что… До конца года как изменится этот процент по таким программам? До конца года, ну, если там мы 2-3 процента улучшим, то это хорошо. И, кстати, я хочу сказать, что если мы так будем каждый год действовать, то это просто будет здорово, поверьте. Мне кажется, что это мало, 2-3 процента. Но, поверьте, если будет это каждый год, то через 10 лет это будет уже не 60 даже, потому что они же будут это по возрастающей, то это будет около 70 процентов. Представляете? Уже будет 70. Это уже почти как в городе Старополь, Октябрьский район. Нет, в смысле не Старополь, а именно Октябрьский район, в городе Старополь. Общественная безопасность. Вопрос, мне кажется, актуальный во все времена. Сейчас, если сравнивать со Старопольным, Октябрьским районом, другим, много установлено и устанавливается постоянно. Количество камер растет. Как в Михайловске происходит? Ну, то же самое. Здесь мы тоже будем в этом году устанавливать камеры. Ну, просто, может быть, чуть поменьше, чем в прошлом году. Но, там есть объяснение, как бы бюджет мы настраивали на дороге именно. Безопасность ни в коем случае не пострадает. Еще бы хотелось бы сказать о безопасности, то, что, опять же, помогают наши предприниматели. То есть мы организовываем пункты охраны правопорядка. То есть там, где находятся участковые. Это вот и в Радуге мы сейчас это ремонтируем при помощи Третьего Рима. И вот в самом Третьем Риме, это Риме, вот я только когда пришел туда, мы в конце ноября открывали пункт охраны правопорядка. То есть совершенно такое, то есть как бы, такое цивилизованное европейское помещение для работы участковых. Это, я считаю, это очень здорово. Понимаете, когда человек выходит из будки какой-нибудь, простите меня, собачьей, то это совершенно другое отношение к делу. Так ведь, Александр? Есть. Когда человек выходит из нормального цивилизованного помещения, идет там ловить преступников или там смотреть за правопорядком, это, соответственно, конечно, тоже накладывает свой отпечаток, и человек будет совершенно по-другому относиться к делу. То есть хорошо будет относиться. Конечно, да, внутреннее ощущение. Конечно. У человека будет сам себя уважать хотя бы. Сколько сейчас таких пунктов? Ну, у нас сейчас пунктами, вот мы сейчас с этого радуги доделали, у нас пунктами полностью это будет все обеспечено. Представляете? То есть, ну, как это по нормативам МВД. Ну, что, я смотрю, Михайловск развивается такими неплохими. Нет, ну, картина, Александр, может, я, конечно, нарисовал такую слишком радужную, ну, как, я могу сказать только одно, то, что и администрация города Михайловска, и я как глава, и депутат, нет, и глава, и депутат, и администрация города Михайловска будем, это приложим все силы, чтобы жизнь жителей города Михайловска сделать более комфортной. Если говорить о транспорте, общественном транспорте, не секрет, что многие жители Михайловска каждое утро отправляются на работу в Ставрополь? Далеко не секрет. Далеко, не секрет, особенно. Очень много работает жителей Михайловска в городе Старополь. Как налажена система транспорта? Вы знаете, это вот чуть-чуть, это, вот, чуть-чуть, это, конечно, является болью нашей, но я думаю, что, в конце концов, мы вместе, это вот, у нас есть министр дорожного хозяйства и строительства, это Васильев Игорь Александрович, вот, с ним у нас работа просто в режиме онлайн, молодец, он помогает нам, то есть, уже в этом году стало получше уже, то есть, у нас же, как бы, маршрутки курсируют, то есть, это межмуниципальные, то есть, Михайловск, Старополь. То есть, нам добавляется все, то есть, конечно, мы снимем, конечно, это напряжение, но вообще, конечно, как бы, ключ к решению находится в том, чтобы создавать рабочие места не в Старополе, а Михайловске. Согласны же? Конечно, конечно, это такой, самый правильный, наверное, ответ на решение этой задачи. И в этом свете, вот, я хотел бы сказать, то, что вот у нас сейчас строят Старополь авто, строят очень большой автозавод, вы наслышали, наверное, находится он на территории города Михайловска, опять же, говорю, уже сказал, уже говорил несколько раз, это то, что это не заслуга города Михайловска, это его везение, то есть, это выбил губернатор и инвесторы, которые хотят построить здесь этот завод, в смысле, уже построили этот завод, сейчас идет пусконаладка, вот, то есть, это спасибо, нужно сказать губернатору и этим инвесторам, то есть, но нам повезло то, что, соответственно, у нас есть этот завод, и если, дай бог, тут фунилась в этом году, они, как они планируют, они пустят уже в производство, то там будет 3000 рабочих мест, представляете, вообще, причем, подавляющее, как бы, большинство, это будет квалифицированный рабочий специалист, то есть, то, чего у нас давно уже не было, так ведь, у нас же все или экономисты, или юристы, или... Да, да. Или психолог, так же? Ну, да, кабинетные сотрудники. Кабинетные, да. Совершенно. Насколько запуск этого объекта способен решить задачу? Ну, какая-то, ну, согласитесь, то, что, если там 3000 рабочих мест, то уж это 2500, может, 2300, это будут рабочие места, то есть, в смысле, это рабочие специальности, это же здорово просто, причем рабочая специальность, это не грузчик, простите меня, с лопатой, а это будут высококолитетные рабочие, это очень здорово. Ну, естественно, да. Мы немножко коснулись, более подробно коснулись темы дорог, о процентах поговорили. Вопрос школ, детских садов, больницы, поликлиник. Вот что об этом можно сказать? Школы, я уже сказал же, уже то, что наша задача, у нас просто делается одно, что у нас за образование отвечает Шпаковский район, то есть, администрация Шпаковского района. Ну, так просто получилось, так случилось еще до меня за несколько лет, поэтому, ну, как бы, пока ничего здесь не изменишь, ну, хотя, может, ближайшее время поменяется, я не знаю, там, как это уже, будем решать уже при почве переговоров, но, то есть, отвечает это Шпаковский район. Я считаю, что, говорю, свои задачи помочь Шпаковскому району построить как можно большее количество новых школ и детских садов в городе Михайловске. Вот сейчас будет школа закладываться, которая, там, в 17-м году, по-моему, на начало стройки, и в 18-м году, по-моему, задача. Вот эта школа, это хорошо, надо же еще детские сады строить, то есть, поэтому я знаю, что будем, мы, конечно, развивать, будем развивать, потому что надо это, без этого нам никуда не уйти. Будем, в конце концов, просить, просить наших строителей, как бы, строить школы, как бы, в дар городу, безусловно, я думаю, что они пойдут нам навстречу, но мы просто без этого никуда не выйдем. Конечно, это логичный вопрос, который... То есть, это все будет делаться... Я почему бы это послушаю, что, ну, вот, самое главное, самое главное, как бы, сделать правильные выводы из того потока информации, который, как вы говорите, что самое главное, это обмен информацией и, соответственно, делать правильные выводы из того, что к вам приходит. Вот пришла информация, что там-то, там-то плохо. Нужно делать вывод, подумать, как это сделать и начинать делать. И в информации очень важен вопрос времени. Чем она более свежая? Мы не будем растягивать это на столетия просто, но... Каждый день нужно стараться что-то сделать хорошее. Это да, я с вами согласен. Если говорить о, скажем так, приятных сюрпризах, что жители Михайловска ждет в 2017 году? И я знаю, что в сентябре, в начале сентября Михайловск будет отмечать 233 года, день рождения города. Какие планы в этом? День города, да, действительно, будет. В начале сентября он отмечается по обычаю. Безусловно, будет прекрасный праздник, будет большой концерт, могу только сказать. Не могу сказать, не хочу даже говорить, знаю, но не хочу говорить, кто будет. Это будет действительно сюрпризом. И хочу всем сказать Михайловсам, что жизнь в городе зависит не только от администрации, полиции или прокуратуры. Жизнь в городе зависит еще и от них. То есть, если каждый житель города Михайловска не будет, простите меня, мусорить, будет следить за порядком возле хотя бы своего частного дома, то если мне город заиграет, заблестит и будет самым лучшим городом на земле. Есть какие-то планы по работе в этом направлении с населением? Безусловно. Кстати, Михайловска очень хорошо, это развита система местного самоуправления, так называемые ТОСы, территориально-общественное самоуправление. У нас их 9 штук. И все такие очень активные, у нас представители сайтов микрорайонов. Могу сказать, что с ними познакомился, как только меня назначили. Я познакомился с ними через несколько дней буквально, уже познакомился. И все это время нормально работаем, слажено, спора. Конечно, люди очень здравые и понимающие. Они понимают, что я не волшебник, и наш президент не волшебник, и губернатор у нас не волшебный. У нас нет волшебной плачки, чтобы прийти и все стало золотым и красивым. Нет, такого не будет, но жизнь в городе еще можно улучшать, начиная еще из себя. Я уже сказал, что если жители будут стараться хотя бы возле себя не мусорить и убирать, то это будет уже хорошо. Важное понимание, да? Безусловно. Александр, вы сами же понимаете, что если не будет хотеть этого населения, вот хоть кто, он ситуацию не исправит. Есть и важное понимание того, что секрет успеха заключается в слаженном... О, опять, вот видите, мы все-таки вернулись к тому, с чего мы начали. Опять-таки нужна слаженная работа с населением, депутатов, администрацией, всех ветвей власти, губернатора и правительства. Круг замкнулся. Опять-таки, вот видите, все равно вернулись к слаженной работе. Спасибо вам большое. Я желаю, чтобы ваша работа была вот такой же слаженной и в правильном рабочем режиме. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я напомню, сегодня у нас в гостях был глава города Михайловска Игорь Серов. Будем ждать вас снова. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok